Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу два крутых скрипта для Punish Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Напоминаю то, что чит стар по-прежнему не работает, то есть две версии не работают, но в скором времени, я думаю, они обновятся и тоже начнут работать. Но пока что пользуемся только Splash. Также видео, как скачать Splash, я оставлю в подсказках, посмотрите, там сложного ничего нету, я думаю, поймете. После того, как скачали чит в поиске, пишем Punch Simulator, нажимаем поиск. Так, и нужно перейти во вкладку Home. Так, все, вот переходим, и вот появляются скрипты. Вот два скрипта этих на первой позиции и на третьей позиции. Давайте начнем с этого, чтобы его получить, нажимаем на этот скрипт. Дальше кнопочку Get, и вот появляется скрипт. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, и нажимаем кнопочку Inject. И ждем около минуты, пока Inject пройдет. А, даже быстрее прошел, нифига себе. Раньше, кстати, намного дольше был. Ну все, отлично, вообще шикарно четко. А, теперь нажимаем кнопочку Exclude, и смотрим. Вот появился скрипт. Давайте, в принципе, сразу покажу эти все функции, как они работают. Медлить не буду. Первая функция это Auto Damage. Мы ее включаем, и автоматически, короче, за вас кликают, и вы получаете за это силу. Ну, либо же удар, я не знаю, как эта характеристика называется. А, вторая характеристика, ой, то есть вторая функция это Auto Click In Fight. То есть мы включаем, тоже получается начинают за вас автоматически кликать, но эта функция предназначена для того, чтобы сражаться с боссами. Ну, то есть не с боссами, а с ботами. Допустим, заходим на этого бота, мы принимаем поединок, и, как видите, автоматически за меня скрипт сражается с этим ботом. Ну, то есть кликает. И это, как видите, все прекрасно работает. То есть я ничего даже не нажимаю. Дальше. Последняя функция в этом скрипте, в принципе, это пока можно отключить, либо оставить, как вам удобно. Последняя функция это Auto Открытие яйца. Здесь выбираете яйцо, которое хотите открывать. Допустим, выберем один. Это Forest Egg, то есть вот это яйцо. Стоит оно 5 побед, у меня как раз хватает. Включаем эту функцию и смотрим, что происходит. И, как видите, за меня автоматически скрипт начинает открывать яйца. Только почему-то здесь вышла панелька какого-то другого яйца, потому что здесь какие-то другие беты совсем показываются, как видите. Но выпадают мне другие. Ну, самое главное, короче, то, что это работает. Вот. Также смотрите, в чем прикол. С помощью этого скрипта вы открываете намного быстрее яйца, чем другие. То есть, допустим, если один человек открывает одно яйцо, а вы в этот момент открываете, грубо говоря, сразу три. То есть у вас яйца быстрее открываются. Вот. Можете, в принципе, это заметить. Вот я специально тап открыл, чтобы вы посмотрели. Короче, он открывает одно яйцо, а вы в этот момент открываете три яйца. Я думаю, очень крутая функция. Считайте, без геймпасса бесплатно открываете три яйца. Пока один, то есть другой человек, открывает одно яйцо. Так, идем дальше. Следующий скрипт. Так, также нажимаем Get, копировать. Можно дополнительную вкладку открыть здесь, в чите. Нажимаем сюда плюсик. Дальше вставляем этот скрипт. Нажимаем кнопочку Exclude. И вот он появляется. Значит, смотрите, что в этом скрипте. В этом скрипте тоже есть автодамаг. Ну, то есть фарм. Включаем. И, как видите, за меня автоматически игра кликается, и мне зарабатывается сила, либо удары. Второе. Это автопоединки. Тоже, в принципе, функция похожая, но она чуть по-другому работает. То есть, смотрите, допустим, заходим к этому бату. Потом включаем эту функцию. Так, давайте сейчас здесь сами покликаем. Так, вот мы его вынесли. И смотрите, что сейчас будет происходить. У меня принимается сам автоматический поединок. То есть, я не нажимаю ни на какую кнопку. Он сам принимается и сам с ним файтится. Но, как видите, я умираю. Но на самом деле это не так. Когда я умираю, мне все равно победы начисляются, как вы можете заметить. Вот у меня 1042 было. Смотрим, сколько сейчас. 1167. И здесь поединок намного быстрее проходит, мне кажется, чем в том скрипте. То есть, какой вам удобнее, тот используйте. Вот. И последняя функция это Dungeons Farm. То есть, данж. Я не помню, на втором локации он точно есть или нет. Но давайте посмотрим. Вроде бы как есть. Так, сейчас сюда захожу. Да, он есть, но появится через 10 минут. Короче, давайте я подожду, и мы с вами продолжим. Так, все, данж теперь мне доступен. Как раз табличка вышла, то, что можно сюда зайти. Значит, нажимаем старт. Дальше включаем функцию Dungeons Farm. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, спавнятся вот эти боты. Мы спавнимся сверху над ними. И автоматически их убиваем. Естественно, все зависит от вашей силы. То есть, если у вас сила позволяет, вы его убьете. Если нет, значит нет. То есть, смотрите, пока что спавнятся слабые боты. Я их выношу, в принципе, довольно быстро. Но со временем будут спавниться сильные. И я их буду выносить очень долго. Также здесь дается время 5 минут. Если за 5 минут не успеваете, то вот этот данж, он заканчивается. Ну, короче, вот так эта функция работает. Как видите, все четко. Прикол в том, что боты не могут вам нанести никак урон. То есть, вы это делаете безопасно и автоматически. В принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой сегодня я крутой для вас скрипт нашел. Точнее, два скрипта. Кому они понравились, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.